Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как Баран и Акиф оценят предложение Дилана? Позволит ли Берон Дилана участвовать в этом плане? Будут ли события развиваться так, как опасается Берон? Сможет ли Баран защитить Гизем и ее мать от Дживахира? Какой план-сюрприз приготовлен для Дживахира? Смогут ли Баран и Акиф на этот раз поймать Дживахира? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите поймать Барана и Акифа Дживахира в ловушку и не дать им сбежать на этот раз и выбраться из этой неприятности так, чтобы никому ничего не случилось, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Когда Дилан узнает, что целью Дживахира являются она и ее сын, она скажет Акифу и Барану, что нам следует устроить ему ловушку и поймать его, чтобы как можно скорее избавиться от этой неприятности, не оставляя Барана одного. Хотя предложение Дилана кажется очень логичным, оно также будет очень пугающим для Берана. Беран, который думает, что с Диланом и Мираном что-то случится, поначалу отнесется к этому предложению очень холодно. В отличие от Барана, Акиф согласится с Диланом и рассмотрит возможность мобилизации всей полиции для защиты Дилана. Дилан изо всех сил постарается убедить в этом Берана. Он скажет, что если они придумают такой план, мы сможем покончить с Дживахиром, и полиция поймает его прежде, чем наши руки запачкаются кровью. Несмотря на то, что Беран пытается объяснить, как он напуган, Дилан будет настаивать и быть очень уверенным, что его поймают. Беран не может понять смелости Дилана и захочет удержать его от этих дел. Но в результате ему придется принять это предложение, когда он убедится, что целью Дживахира являются Дилан и Миран, и боится, что он войдет в особняк и создаст еще большую проблему. Когда Беран соглашается и начинает составлять план, он очень обеспокоен и обеспокоен тем, что с Диланом в любой момент что-то может случиться, в то время как Дилан попытается его успокоить. Отправляясь вместе, они берут пустую коляску Мирана, чтобы выглядело так, будто они взяли Мирана с собой. Дживахир, наблюдающий издалека в бинокль, будет очень рад. Он поверит, что подсказки, полученные от Гизема, верны и что его план идет хорошо. Баран поместит Гизем и ее мать под строгую защиту, чтобы развеять ее страхи. Таким образом, Гизем будет чувствовать себя комфортно и безопасно. План Акифа и Барана отправятся с Диланом вместо, подальше от тихих людей, с которыми они будут проводить время. Дилан и Баран отправятся в назначенное место вместе с Акифом. Конечно, Акиф расставляет повсюду полицию и ждет ее прибытия. Когда Баран и Дилан уйдут, Дживахир последует за ними. Пока Дживахир пытается нацелиться на Дилана, Акиф встанет коленом ему на шею и поймает его. Когда Дживахир поймет, что попал в ловушку, это будет так же плохо, как если бы ему на голову вылили кипяток. Он очень разозлится и погудит себя за то, что попал в такую ловушку. Дилан и Баран тоже сделают глубокий вдох, хотя бы немного. После того, как его поймают, сможет ли Дживахир признать, что он потерпел поражение от Барана и принять наказание? Даже если Дживахир попадет в тюрьму, продолжит ли он устанавливать связи и пытаться навредить Барану? Сможет ли Ясмин сказать Харону, что она выбросила кольцо? Или Харон взял кольцо из мусора и спрятал его от Ясмин? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.